Добрый день дорогие друзья! В этом видео я хочу поговорить о такой вещи, без которой комфортное проживание в загородном доме практически невозможно. Я говорю о водоснабжении и канализации. За последние 10-15 лет технологии стали доступными, цены в принципе тоже. И сейчас воду в загородном доме может себе позволить не только обладателю какого-то серьезного многоэтажного коттеджа или замка, как у Галкина, но и в принципе любой простой дачник владелец деревянного дома. И в первую очередь это видео будет интересной тем, у кого деревянный дом. Оно актуально для всех, но тех у кого дом деревянный, это актуально будет в квадрате. Итак, как нам преподносят воду в загородном доме? Это комфорт, это удобство, это красиво. Слушайте, достаточно только посмотреть на те схемы, которые можно увидеть на просторах интернета. Вот эти вот трубочки, вот эти манометры, краники. Иногда мне кажется, что там вот такую схему сложную делают не потому, что она необходима, а для того, чтобы больше можно было взять денег с пользователя, с которым заключен договор. Потому что у меня на самом деле приблизительно изначально была схема такая, как вы видите на этих картинках. Но что я хочу сказать? Есть реальность. То есть есть вот это вот то, что вы видите, а есть реальность. То есть после того, как вы подписали акт о выполненных работах, после того, как вы окончательно закрыли свои обязательства финансовые перед компанией, которая завела вам и развела воду в доме, вы сталкиваетесь с такой вещью очень серьезной, как конденсат. Вы с ней столкнетесь обязательно. Если у вас от скважины до дома не очень большое расстояние, вода не успевает нагреваться в трубах. И самое интересное, что ни в одном договоре вы не увидите такой графы, что конденсат, который образуется на трубах, который капает на пол, вы можете предъявить в качестве рекламации исполнителю работы. Нет, это не брак. Это то, с чем будете дальше мучиться именно вы. И здесь идет, и это именно как раз случилось у меня. У меня случилось так, что конденсат капал, да, я подкладывал какие-то тряпочки, ставил какие-то баночки под унитаз. Это все было на самом деле так. И вроде бы у меня линолеум лежал, и я не допускал такого, чтобы у меня лужи на полу были. Но тем не менее, несмотря на все мои попытки как-то борьбы с этим конденсатом именно со стороны того, что я его собирал на полу, вода всегда находит дырочку, и она не просто нашла дырочку, она нашла ее так, что у меня прогнил пол. Это была полутора сантиметровая фанера, и так, что у меня нога провалилась в один прекрасный день. Когда я снял унитаз, когда я снял душевой поддон, вообще все, все разобрал, мне волосы дыбом стали. То есть 10 сантиметров утеплителя на полу у меня просто чавкали. Хорошо, что все сгнило абсолютно, включая там первые полметра стен. Хорошо, что у меня не сгнили несущие лаги на полу. Это была вообще, конечно, катастрофа и трагедия. Все это безобразие, когда я вскрыл, я сушил где-то порядка, наверное, недели-полторы недели. Очень жалею, что не сделал фото и видео, там был тихий ужас. И я понял только одно, что есть какая-то картинка красивая в интернете, как выглядят эти все трубы, а есть жизнь реальная. И я ни в коем случае не отговариваю людей от водопровода в деревянном доме, просто я предлагаю им подойти к этому комплексно. То есть, что значит комплексно? Первое, это гидроизоляция. То есть, прежде чем приглашать людей, которые будут вам заводить воду в дом и разводить всю эту проводку из труб, обязательно займитесь гидроизоляцией. Что это такое? Я, например, после того, как восстановил пол специальным гидроизолирующим составом каучковым, я прошел не только сам пол, но и примыкание и, соответственно, порядка 10 сантиметров стены по кругу. Чтобы, даже если протечка, не дай бог, будет, она никак не попала, не стала контактировать, не впитываться в деревянные конструкции моего дома. Второе, забудьте про, если у вас была мысль поставить душевой поддон, забудьте про него. Какие бы у вас там, какие бы у вас панели хорошие не были, какая бы у вас не была замечательная занавеска, какая бы у вас там не была гидроизоляция, примыкание поддона к стене там из силиконового герметика. Просто забудьте, поверьте мне, что это источник опасности попадания воды на пол под плинтуса, ну и след будущих проблем. Озадачьтесь лучше душевой кабиной, у которой дверки, которая конструктивно сделана так, что вода ни в коем случае не попадет никуда на пол. Следующий момент. Где образуется у нас конденсат? Все, что я сказал ранее про душевую кабину, это не про конденсат, как вы понимаете. Конденсат у нас образуется на трубах, конденсат у нас образуется на фильтрах, а конденсат у нас образуется на слином бачке. Бороться с этим вопросом можно радикально двумя способами. Первое, это специальные краски, которыми можно обмазывать трубами, краска, мастика, что-то среднее такое. Да, это решение, но это решение не такое эффективное, как теплоизоляция труб с пененными синтетическими материалами, которые продаются в любом магазине. У одного и другого метода есть плюсы и минусы. Ну, например, плюсом краски является то, что ей можно закрасить в принципе все, что угодно. И кранчики, и уголки, и тройники, минус то, что она не такая эффективная, как конструктивный материал. Конструктивный материал хороший, но, скажем так, изолировать им какие-то узлы, фильтры, клапана, ну это тихий ужас, мягко говоря. И опять-таки, например, фильтр, который у вас стоит на входе в дом, ну вы вряд ли сможете заизолировать каким-то конструктивным материалом, вот этим спененным, полимерным. Потому что я просто не видел решения для этих фильтров. Одно виделось его решение в виде такого какого-то чехла, но не знаю, насколько это эффективно, поэтому за него ручаться не буду. Опять-таки, унитаз. Что вы будете делать с унитазом? Это отдельная история. Его тяжело сделать, то есть нету готовых решений в виде краски для него. То есть, ну вы можете, конечно же, замазать бачок сливной краской, но это будет некрасиво и неэстетично. Кто-то выклеивает изнутри бачок утеплителями. Ну, слушайте, ну это тоже там, на мой взгляд, проблема и не так легко. И долговечность вот этого выклеивания для меня, например, под сомнением. Я решил этот вопрос, ставить со сливным бачком немножко по-другому. У меня, здесь вы можете увидеть видео, ссылочку на видео, как я решил этот вопрос. У меня идет подмес к холодной воде, горячей воды, и просто вода, попадающая в сливный бачок, не такая ледяная. И разница температур между самим сливным бачком и температурой воздуха в ванной и комнате, ну и в туалете, соответственно, не допускает выпадения конденсаторов. И, в принципе, я решал вопрос, еще раз повторю, комплексно. То есть, первое, я гидроизолировал пол и стены, примыкание пола к стенам. Я сделал подмес теплой воды, горячей воды в сливной бачок. Фильтры и такие сложные конструкции, по форме своей сложной конструкции, я утеплил, обеспечил теплоизоляцию краской, ровные прямые участки трубопровода я защитил конструкционным материалом, вот этим спененым полимером. Вот все это вместе, все это вместе, да, защитит вас от конденсата и защитит вас от проблемы. Но вы должны будете, если и когда вы начнете это делать, вы будете понимать, что вам нужна максимально простая система разводки труб, а не то, что вы можете увидеть, повторяю еще раз, в тех видео, которые встречаются на просторах интернета, где вот стоят вот эти гребенки, там на 10 ответвлений, где треники, где разветвители, где какие-то непонятные клапаны. Нужны они, не нужны, непонятно. То есть, вы должны понимать, что даже об устройстве зимнего водопровода, круглогодичного водопровода, на самом деле, можно и нужно сделать максимально простым. Где все будет понятно, просто, и что теплоизолировать будет максимально элементарно. Когда у вас дойдут руки до об устройства вот такого водопровода, я просто предлагаю вам изначально это обсудить с теми, кто у вас будет делать разводку по дому. То есть, сказать четко, конденсат есть и будет, это никто не отменил, он присутствует всегда и везде. Как их схема позволит вам бороться с этим конденсатом? Если они ничто не ответят, скажут, ребят, давайте это максимально упрощать, чтобы не максимально просто было утеплить трубы. Потому что, ну, конденсат будет капать в любом случае. Значит, что я хочу сказать самое главное в заключении. Водопровод это действительно офигенно. Канализация, ну, это вообще просто, она делает вашу жизнь в загородном доме такой же, как в городской квартире. Поэтому делать ее надо обязательно. Не жалейте денег, это действительно комфорт и удобство. Но подходите к обустройству водопровода в доме с головой. Учитывайте знания, которые, я надеюсь, вы подчеркнули из этого ролика. Если это видео было для вас полезно, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить другие выпуски. Подписывайтесь на канал, потому что на этом канале еще будет много роликов, посвященных секретам дачной жизни. То есть, как не дать себя обмануть, как не попасть в просак. Например, ну, и просто какие-то лайфхаки, да. Сейчас я занимаюсь тем, что убираю провода электрические под землю в трубы ПНД. Также я делаю из обыкновенных черных труб фонарные столбы для дачного освещения уличного. Будут выходить, эта информация будет выходить отдельными роликами. Поэтому оставайтесь со мной, впереди еще много-много интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok